Приветствую вас на моем канале. В этом видео хочу рассказать вам про Ford Focus Electric первого поколения, который выпускался с 2012 по 2016 год. Автомобиль к нам попал с многочисленными ошибками указывающими на неисправность батареи либо системы ее управления. Кстати по характеристикам автомобиль очень сильно похож на Nissan Leaf 24 киловаттной батареи у Ford 23 киловатт часа, однако очень большое преимущество что в автомобиле Ford используется жидкостное охлаждение батареи. Естественно мы сняли крышку батареи и заодно решили снять сразу крышки плат, потому как одна из ошибок указывала, что есть повреждение модуля, но это могло быть как неисправность самой батареи, так и неисправность самой платы. Батарея состоит из двух частей. Первая часть находится в багажнике, вторая часть находится под днищем. Общая емкость батареи 23 киловатт часа. Ради интереса можно сравнить, как выглядит плата БМС Ford и плата БМС Ford. Ниссан Leaf. А вот так вот выглядит БМБ одного из модулей батареи Tesla. Все сигналы БМБ идут на БМС, но к сожалению фотографии БМС Ford у меня не осталось. Ну вот сняли крышку с батареи и увидели, что вытекает тасол, вот видны окислы. Здесь на контакторах есть легкое окисление. И самый неприятный момент это повреждение платы БМС в районе разъема. Так выглядят обе части батареи, с левой стороны нижняя, с правой стороны верхняя, которая находится в салоне. На каждой из них написано, что 23 киловатт часа. На самом деле имеется в виду, что в автомобиле 23 киловатт часа. Вот одна наклейка и вот вторая наклейка. Рапорт. Вот два суток. Рапорт. Попробуем. Рапорт. Взгляд на тюрьме. Рапорт. кстати шина здесь на форде сделана из меди она тоже луженая и она набрана из отдельных пластин у нее за счет этого очень хорошая гибкость очень хорошо гнется все в локислах ходить водичка везде было а и вот здесь аж зеленушка остатки тасова потекли а а а а а а а а и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Вот эта нагрузка, насколько подорвала их... Это они стоят здесь под сумасшедшей нагрузкой. Продолжение следует... 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 3,72, 3,73, 3,72. Общее напряжение 14,94. А вот как реализовано охлаждение здесь. Это алюминиевые радиаторы, достаточно тонкая фольга. Можно померять, какая толщина есть фольги. Так, меряем. Получается две десятки. Две десятки. Тоже две десятки. А общая толщина... Четыре десятки. Это толщина стенок. А в широком месте получается 1,3 мм. 1,3 мм. И он здесь еще ламинирован пленкой. Да, кстати говоря, когда мы их продували, они очень плохо дулись. Видимо, забитость их тоже влияет на раздутие пакетов. Особенно те, которые в центре. И они находятся между каждым холдером. Вот это для сравнения ЛИВовский. Разобранный модуль. Это 2011 года модуль. Вот так вот он выглядит. Снимаем чаком покрытые края. Если кому-то интересно, вот маркировка элементов. LGX P1 с емкостью 15 Ач. Это мы уже посмотрели в дата-шите. И вот геометрические размеры элементов. Длина, ширина, толщина. Ну и чтобы подытожить данное видео. Мы проанализировали всю ситуацию с этой батареей. Обнаружили повреждения трубок системы охлаждения. Они сделаны из пластика и уже были замазаны холодной сваркой. Также повреждения одной из плат BMS одного из модуля. Также наличие вздутых пакетов практически во всех модулях. И эти вздутые пакеты находятся в центре. Что усложняет замену. Но, к сожалению, даже если бы мы хотели поменять на такие же точно пакеты, их в наличии нигде нет. Ни в Китае, ни где-то в другом месте. Поэтому это вариант либо покупать на запчасть такую батарею, либо же искать батарею в сборе. Но, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Да, кстати говоря, в описании к видео добавлю ссылку на канал своего товарища, который также снимал по этому автомобилю видео. И это видео он будет выкладывать на своем канале, который сейчас создает. Создает и монтирует уже второе видео. Спасибо за внимание. Пока.